Эфир Абхазского телевидения продолжает Русская служба новостей. Здравствуйте! И в начале выпуска коротко о главных темах. 15 апреля исполнилось 28 лет со дня основания прокуратуры Абхазии. В честь этой даты в Сухуме в парке славы прошла церемония возложения цветов. На площадке АГУ проходит международный проект «Школа реальной журналистики. Герои поверх границ». В нем принимают участие журналисты, сотрудники пресс-служб, студенты. 15 сухумских школ приняли участие в конкурсе «Спортивная слава Абхазии». Каждая из школ должна была подготовить материал с историей и исследованиями определенного вида спорта. 15 апреля исполнилось 28 лет со дня основания прокуратуры Абхазии. В честь этой даты в Сухуме в парке славы прошла церемония возложения цветов к мемориалу погибшим в отечественной ифоне народа Абхазии. Память защитников родины почтили сотрудники прокуратуры во главе с генеральным прокурором Адгуром Агрба. 15 апреля 1994 года указом председателя Верховного совета Абхазии Владислава Ардзенба была учреждена должность генерального прокурора. А первым генпрокурором был назначен Анри Джергения. Именно эта дата и считается днем основания органов прокуратуры Абхазии. С профессиональным праздником сотрудников и ветеранов органов прокуратуры поздравил президент Аслан Бжанья. Глава государства отметил, что в органах прокуратуры служат принципиальные и верные служебному долгу сотрудники, с честью выполняющие свою работу, достойно продолжающие и приумножающие лучшие традиции предшественников. Выразив благодарность за ответственное и добросовестное выполнение служебных обязанностей, Аслан Бжанья пожелал им крепкого здоровья, решительности и выдержки, благополучия и дальнейших успехов в службе. В поздравлении спикера парламента Лаши Ашуба отмечается, что от уровня профессионализма и компетентности сотрудников органов прокуратуры зависит эффективность защиты законных прав и интересов граждан и государства. Лаша Ашуба пожелал им успешной службы, энергии и оптимизма в решении сложных профессиональных задач. Премьер-министр Александр Анква поздравил по телефону генерального прокурора Адгура Агрба с днем работника прокуратуры. Александр Анква отметил, что прокуратура играет важнейшую роль в обеспечении прав и свобод граждан, в контроле за исполнением законов, вносит серьезный вклад в развитие республики как правового демократического государства. Премьер-министр выразил уверенность, что главным принципом работы сотрудников прокуратуры всегда будет служение Родине, закону и справедливости. Адгура Агрба и коллектив генпрокуратуры Абхазии поздравил и генеральный прокурор России Игорь Краснов. Придавая большое значение дружеским отношениям между нашими ведомствами, основанным на взаимовыгодном партнерстве и сотрудничестве, рассчитываю на интенсивное наращивание диалога по вопросам борьбы с современными вызовами и угрозами, говорится в поздравлении. Сотрудники МВД задержали граждан, занимавшихся распространением наркотического вещества мифидрон. Все подробности в репортаже пресс-службы МВД. Сотрудниками уголовного розыска отдела внутренних дел Гулы-Рыбческого района разработана оперативная информация, в результате которой изъято сильнодействующее наркотическое средство в особо крупном размере. Задержаны двое граждан. На территории Республики Абхазия делала закладки наркотического вещества мифидрон. Тайные закладки? Тайные. Чего? Я сказала, что только что мифидрона. Мифидрона, да? Где именно делали? Делала в районе Гудзерского пляжа. Женщину 1987 года рождения сотрудники милиции задержали в поселке Агудзера. В ходе личного досмотра, проведенном в служебном помещении райотдела, в присутствии лиц, приглашенных в качестве понятых у гражданки Мартиди Дианы Алексеевны, изъяты за изолированные свертки синего цвета, в каждом из которых находились прозрачные полиэтиленовые пакетики с расфасованным светлым веществом внутри. Второй задержанный Аганесян Арам Артурович 1995 года рождения также был подвергнут процедуре личного досмотра. Мужчина хранил в кармане носимых брюк аналогичные свертки, обмотанные синей изоляционной лентой, при вскрытии которых на обозрение понятым представлено содержащееся внутри вещество. Как пояснил задержанный, это наркотик, а именно мифедрон. При обследовании жилища, где временно проживал гражданин Аганесян, в гостиной комнате на диване под покрывалом также обнаружены заизолированные сверки с веществом белого цвета внутри, черный полиэтиленовый пакет, в котором хранилась изоляционная лента, а также прозрачный пакет с железной ложкой с частицами светлого вещества на поверхности. В ходе дальнейших оперативных мероприятий, проведенных в отношении вышеназванных граждан, установлено, что последние распространяли на территории Абхазии наркотическое средство путем так называемых тайных сокладок. При исследовании местности вдоль береговой полосы в поселке Агудзера при участии задержанных лиц обнаружены изъятые, ранее сделанные закладки с аналогичным веществом. Согласно исследованию, проведенному специалистами экспертно-криминатического центра Министерства внутренних дел, общая масса изъятого наркотического средства «Мефедрон», которое граждане Аганесян и Мартиди незаконно приобрели с целью последующего сбыта на территории нашей республики, составила порядка 53 грамм. Следственная группа отдела внутренних дел по Гуларевскому району в отношении Арама, Аганесян и Дианы Мартиди по признакам преступления, предусмотренного пункта в части 3 статьи 224 Уголовного кодекса республики, возбуждено уголовное дело. Вышеназванные граждане водворены в изолятор временного содержания. Лакербай Снат Леонидович назначен заместителем министра юстиции Абхазии. Распоряжение об этом подписал премьер-министр Александр Анкваб. До назначения на эту должность он был советником министра юстиции. В марте 2020 года Снат Лакербай защитил кандидатскую диссертацию на тему системы органов государственной власти Абхазии «Становление и развитие». Военнослужащие военной базы Южного военного округа, дислоцированной в Абхазии, отработали в ночное время тактические действия с боевой стрельбой на горном полигоне Цабал в рамках мероприятий контрольной проверки за зимний период обучения. Как сообщает пресс-служба ЮВО, в учении было задействовано свыше 30 единиц военной техники, в том числе современные бронированные автомобили КамАЗ «Мустанг» и командно-штабные машины «Кушетка». К ситуации на Украине. Количество и масштабы ракетных ударов по объектам в Киеве будут наращиваться в случае совершения киевским режимом террористических атак или диверсий на территории России, заявил официальный представитель российского министерства обороны генерал-майор Игорь Коношенко во время утреннего брифинга. Он сообщил о том, что минувшей ночью высокоточными калибрами был нанесен удар по военному объекту на окраине Киева. До сих пор российская армия воздерживалась от ракетных ударов на территории украинской столицы. С начала российской военной спецоперации ВСУ не раз устраивали диверсии в приграничных областях России. С 11 апреля Россия ввела желтый уровень террористической опасности в пяти регионах, граничащих с Украиной – Курской, Белгородской, Брянской, Воронежской областях и Краснодарском крае. Решение было принято в связи с возможными провокациями со стороны украинских националистов. Пресс-служба парламента Абхазии распространила заявление по поводу недопуска журналистов на первое заседание Народного собрания 12 апреля. Произошедшее не является чьим-то осознанным действием. К сожалению, произошел сбой в согласовании окончательного списка журналистов. Уверены, что подобное не повторится впредь, отмечается в заявлении пресс-службы в ответ на обращение Союза журналистов Абхазии. 15-16 мая на площадке АГУ проходит международный проект «Школа реальной журналистики. Герои поверх границ». В нем принимают участие журналисты, сотрудники пресс-служб, студенты. В течение двух дней ведущие журналисты и медиатренеры будут говорить с коллегами о том, как изменилась профессия и что делать, чтобы достичь успеха. В «Школе реальной журналистики» проект российской некоммерческой организации «Русские репортеры». Он проходит во всех странах бывшего Советского Союза. По словам организаторов, главная цель проекта – формирование новых стандартов журналистики. Так как в современных реалиях профессия журналиста активно трансформируется. И очень важно уметь профессионально работать с информацией. Если журналисты будут понимать друг друга и работать по каким-то определенным профессиональным стандартам, то и наши страны, и наше общество будут лучше понимать друг друга. В этом, собственно, смысл этого проекта. И он называется «Школа реальной журналистики. Герои поверх границ». Вот нам кажется очень важным, чтобы вот это словосочетание поверх границ. Неважно, где человек живет, какой он национальности, важно, чтобы мы все работали по одинаковым принципам честности, порядочности, добросовестности, качества, представления людям информации. В проекте «Школа реальной журналистики. Герои поверх границ» участвуют ведущие российские журналисты и медиа-менеджеры. Такие, как Максим Корнев, Юрий Васильев и Ляла Чканов. Они делятся с аудиторией своим личным опытом и рассказывают о том, в каком медиа мы живем и к чему стоит готовиться в ближайшем будущем. Раскрывают секреты хорошего репортажа. Рассказывают, почему современные СМИ возможно без СМИ в традиционном понимании и о многом другом. Мы понимаем, что сейчас журналистика переживает серьезную трансформацию. И по нашему убеждению площадки для журналистики – это не только газеты, телеканалы или наши интернет-ресурсы. Это все платформы, которые существуют на сегодняшний день от ТикТока до Телеграма включительно. И вот о том, как существовать в нашей профессии и на этих площадках тоже, мы как раз подробно и говорим. В первый день проекта проходят теоретические занятия, а уже во второй будут практические. По окончанию всем участникам выдаются сертификаты. После этого будет конкурс журналистских работ под названием «Герои поверх границ». В своих текстовых, видео и мультимедийных материалах участники конкурса должны рассказать о людях-созидателях, которые делают этот мир лучше. По результатам этого конкурса, его победителей мы пригласим совместно с Россотрудничеством в Москву на стажировки в ведущей федеральной СМИ России. И мне кажется, что это будет очень полезно не только, собственно, для журналистов, но и для всех людей, которым эти журналисты доносят информацию. Если повысится уровень профессии, в том числе и в Абхазии, мы будем счастливы и людям будет очень полезно. Школа реальной журналистики – самый масштабный за последние годы международный журналистский проект, который начался в 2018 году, охватив все страны постсоветского пространства. В 2019-м продолжился локальными мероприятиями в различных странах, а в 2021 году стартовал вновь с глобального онлайн-проекта с участием русскоязычных журналистов со всего мира и продолжается очными офлайн-школами во всех постсоветских странах. Алика Травш, Лугуца Вардания, Михаил Братухин, Абхазское телевидение. Министерство обороны проведет перерегистрацию военных пенсионеров в связи с необходимостью осуществления контроля за эффективным расходованием бюджетных средств, выделенных на социальное обеспечение. Об этом сообщается на сайте Минобороны. 15 апреля отмечается Международный день культуры. Работников культуры с профессиональным праздником поздравил министр Дауркови. Сегодняшний день – прекрасная возможность выразить слова благодарности тем, кто избрал служение культуре, сохранению и приумножению ее богатых традиций своим признанием. Ваша работа дарит людям особые эмоции, воспитывает в молодом поколении хороший художественный вкус, помогает раскрыть и реализовать творческий потенциал. Говорится в поздравлении. По инициативе Управления образования столицы среди школ Сухума был организован конкурс «Спортивная слава Абхазии». Каждая из школ должна была подготовить материал с историей и исследованиями определенного вида спорта. Кому удалось лучше всех выполнить задания в репортаже Адисы Сагария. В январе этого года была проведена жеребевка между всеми столичными школами, где каждая из школ получила свой вид спорта, историю которого надо было исследовать и осветить в рамках конкурса. Нужно отметить, что экспертизу конкурсных материалов осуществляла специальная комиссия. Победителями были признаны участники, набравшие максимальное количество баллов конкретной номинации. Эта идея возродилась, потому что в течение двух лет у нас выпало преподавание физкультуры. И во всех наших школах тренерская работа тоже выпала в связи с тем, что дети не ходили в школу. Мы благодарны родителям, которые так готовились тщательно, готовили своих детей. И вообще я считаю, что здоровый образ жизни – это все наше будущее, это наши дети. По управлению образования финансировала нас администрация города Сухом. Приобретены спортивные костюмы для того, чтобы в памяти у наших детей, чтобы летом занимались спортом. По словам директора второй школы Ирины Павирскир, подобные мероприятия благотворно влияют на спортивное развитие школьников. Когда нам достался баскетбол, вы не представляете, как мы были рады, потому что слава абхазского баскетбола, большая часть – это история нашей средней школы номер два имени Пушкина. Мы готовились в течение месяца, было очень много мероприятий. Мы по параллелям разделили каждый, кто какую лепту вносит в этот конкурс. Вы можете увидеть вот эти поделки учеников начальных классов. Немного постарше делали рисунки. Мы готовили презентацию, проводился мастер-класс, проводились веселые старты среди детей с элементами баскетбола. То есть весь этот месяц был насыщен спортом. По итогам конкурса первое место заняла вторая столичная школа, которая подготовила материалы по баскетболу. Второе место у 14-й школы, подготовившей историю о вольной борьбе. Третье место заняла 10-я средняя школа, представители которой рассказали о волейболе. Все без исключения школы были награждены дипломами участников конкурса, а победители получили призы от Управления образования администрации города Сухум. Аддица Сагария, Арина Гухава, Абхазское телевидение. И в конце выпуска прогноз погоды. По сообщению гидрометцентра, в выходные дни 16 и 17 апреля на территории Абхазии ожидается переменная улочность без осадков, местами туман. Температура воздуха ночи плюс 5-10, днем 17-22 тепла. Температура морской воды плюс 10. На этом наш выпуск завершен. Всего доброго и до встречи в эфире. Субтитры создавал DimaTorzok